МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент. Несоблюдение гражданами карантинного режима привело к быстрому распространению вируса. В связи с этим на правительственном селекторе с регионами Оскар Мамин озвучил меры по стабилизации эпидемиологической обстановки в стране, предложенные главой государства. На сегодня в Казахстане подтверждены более 15 800 случаев заболевания коронавирусом. Около 10 000 пациентов выздоровели. Однако с недавнего времени в республике активно выявляют и считают отдельно бессимптомных носителей. Их в стране более 6 800 человек. Статистика не радует. Учитывая сложившуюся ситуацию, глава правительства Оскар Мамин поручил ужесточить карантинные меры в ряде городов Казахстана. В их числе Нурсултан, Алматы, Экибасту, Скараганда, Шумкент, Павладар. Алматинскую область запреты не коснулись. Обсервационная деятельность. Наша задача найти баланс между строгими ограничительными мерами и реальными мерами обеспечения санитарной безопасности. В то же время мы не можем препятствовать деловой активности граждан, но необходимо принять временные ограничительные меры, особенно по части отдыха граждан. В этой связи поручаю ввести следующие дополнительные ограничительные меры в предстоящие выходные 20-21 июня. Приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, фитнес-центров. Допустить работу объектов общепитных только на открытом воздухе с сохранением социального дистанцирования. Ограничить работу общественного транспорта, приостановить функционирование общественных мест, парков, скверов, набережных. Госпрограмма «В помощь». В текущем году в Кербулакском районе будут капитально отремонтированы 53 объекта с созданием более чем 150 новых рабочих мест. Школа села Сарабастау стала одной из самых масштабных стройплощадок в Кербулакском районе. Она была построена около 50 лет назад. И это первый капитальный ремонт с того времени. В рамках государственной программы «Дорожная карта занятостей» на реконструкцию объекта образования выделено более 400 миллионов тенге. Такому событию особенно рады местные жители. И школа обновится, и стабильная работа появилась. «Всем селом рады ремонту школы. Я сама училась в этой школе. Сейчас мои дети получают здесь знания. Конечно же, хотелось нового здания школы. Оно теперь у нас будет. Обновится и транспортная инфраструктура. В 13 населённых пунктах идёт ремонт внутренних дорог и подъездных путей с укладкой асфальтового полотна по новым технологиям». «В этом году по району реализуется 7 проектов. По дорожной карте занятости 2020. Всего охвачено 13 населённых пунктов. На сегодня в 4 населённых пунктах работы завершены полностью. Это село Сарбастал, станция Малая Сары, село Малая Сары и село Алтынемель». Более 700 жителей района получили помощь в рамках государственной программы по итогам прошлого года. Одним из трёх её направлений воспользовалась молодая жительница региона Наздана Базылбекова. Применить свои знания, полученные в технологическом университете, она смогла благодаря дорожной карте занятости. «Для открытия этого швейного цеха в центре занятости я получила грант в 505 тенге. Добавила свои сбережения и купила всё необходимое для шитья. Самая главная моя покупка – это аппарат для компьютерной вышивки. Заказы есть, а, соответственно, и заработок». 70 жителей, подавших заявки на получение подобных грантов, получат финансовую поддержку до конца года. Сейчас центры занятости района рассматривают бизнес-планы сельчан. Кому-то помогают получить новую профессию. «Безработных людей мы стараемся трудоустроить. В сёлах сейчас очень много работы. Это строительство дорог разных объектов. Также действуют другие направления программы по обучению и переквалификации. По ней они трудоустраиваются и зарабатывают. Размер заработка 85 тысяч тенге предусмотрен весь социальный пакет». Таким образом, дорожная карта занятости обеспечивает трудоустройство и развитие предпринимательской деятельности сразу по трем направлениям. В том числе трудоустройство, переквалификация, развитие продуктивной занятости и массовое предпринимательство. Это одна из масштабных мер правительства по поддержке населения и снижению уровня безработицы. Гульназ Мустафа, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ, Кирбулакский район. К другим темам. Всего 6 часов в сутки доступна питьевая вода жителям села Турпан Памфиловского района. Для населенного пункта численностью в 2000 человек – это существенная проблема. В настоящее время местные власти решают этот вопрос. А жители поселка тем временем вынуждены подстраиваться под неудобный график, чтобы не остаться без воды. Единственный источник питьевой воды жителей села Турпан – старая водозаборная башня. 1975 года постройки. Из-за изношенного оборудования несколько лет назад начались перебои. Теперь вода доступна лишь в течение 6 часов. А на 12 улицах села всего 2-3 водяные колонки. Я живу в этой деревне. Каждый день мне приходится проходить по 2 километра до колонки, чтобы набрать питьевой воды. У меня маленькие дети. Порой не получается вовремя набрать воды. Тогда приходится идти за водой на другой день. Свои надежды на бесперебойную подачу питьевой воды сельчане связывают с новой насосной станцией. Строительство её началось буквально месяц назад и пройдёт в два этапа. Первый будет осуществлён в рамках программы «Дорожная карта занятости». Для этого из бюджета выделено 230 миллионов тенге. И создано около 300 рабочих мест для местного населения. Финансирование второго завершающего этапа состоится в 2021 году по программе АУЛ Ельбисыга. По плану на одном гектаре земли установят водонапорную башню объёмом в 50 кубических метров, два резервуара для сбора воды объёмом в 220 кубических метров и насосную станцию. Вода будет поступать из двух новых скважин. Водопроводные сети внутри населённых пунктов будут проведены в будущем году, поясняют специалисты. Вы видите, сейчас ведутся строительные работы. Пробурена одна скважина глубиной 250 метров. В настоящее время вода прокачивается и очищается. В прошлом году во время геодезических исследований была обнаружена вода на глубине 90 метров. Эти же работы будут произведены и со второй скважины. В Панфиловском районе отмечается стопроцентное обеспечение жителей питьевой водой. Однако в некоторых сёлах устарели водонапорные башни, в том числе и в селе Алмалы. Сейчас здесь также идёт строительство новой водонапорной станции. Сумма проекта – 38 миллионов тенге. По словам специалистов местного Акимата, уже через два месяца жители села Алмалы будут обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды благодаря запуску новой станции. Кульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Субтитры подогнал «Симон»